Я больше, скажем, религиозный тогда уж деятель, чем музыкант. Для меня то, что... То есть то, что мы делаем, по большому счёту, это создание новой религии. Новой религии, новой цивилизации. При нашей жизни этого, видимо, не будет, но это, как бы сказать, определённое бросание камней, из которых расходятся круги. А Евангелие, Евангелие ТФМ, это что? Ну, это гностическая книжка такая. Гностики писали. Копты. Это одна из предтеч вашей религии, но... Нет, у меня нет предтечей. Я считаю, что это можно по-разному говорить. Либо мы оставим на протяжении всего человечества одну религию. Это религия свободы. Свобода и истины. А вот опять же... Не догма. То есть к христианству никакого отношения не имеет. Я сейчас это просто продолжу свою мысль. Это религия революции. То есть на протяжении всего человечества происходит столкновение двух сил. Это сила энтропии, смерти. И сила революции, создания жизни. То, что мы делаем сейчас, это происходит определённый, видимо, исторический какой-то виток. После революции 1917 года. То есть сейчас мы находимся на самом дне, в состоянии нуля. Вот критической точки, когда пришёл откат, скажем, от 1917 года до максимума. То есть это полное разложение всего. Всех. Вот идеологий, нравов, вообще всего. Это полная клака, это смерть. Вот. Ну и когда доходит до конца, так сказать, начинается процесс обратно. Только не по кругу, а на уровне спирали. То есть мы сейчас создаём новую спираль, новую идеологию. Потому что побеждают идеологии коммунистов. Вы считаете, что оно христианство как бы заменит? Христианство, вот то, которое церковное было, оно давно уже закончилось. То есть иначе бы революции 1917 года не было. То есть это вместо вот этих ветких, каких-то вот этих дряхлых каких-то, этих ветких заветов, возникла новая живая религия, когда человек стал бог на земле, человек стал хозяин, поимел ответственность за свою жизнь. С Ницше как связано? Ну, не знаю, с Ницше никакого отношения, думаю, не имеет, потому что Ницше – это слабый человек. Вот. То есть человек, власть получил не раб божий, а воин-труженик.